Всем привет! Показываю вчерашние свои работы. Было солнышко, освещение хорошее, качество съемки соответственно тоже. Итак, предыдущее покрытие я спиливаю почти до натурального ноготка, так мне легче делать выравнивание при наименьшей толщине геля. Базу на свой страх и риск использую Gratol. Посмотрим, как она будет держаться. На моих ногтях сейчас ничего не держится. Ни фиора, хотя это хорошая база, ни Gratol. Потому что раньше я обычно укрепляла гелем, но сейчас захотела что-то полегче, делаю просто гель-лак и он у меня не держится на ногтях, чтобы я не делала, какой бы материал не использовала. А на ногтях клиента у меня Vena Lisa гель и я его наношу как можно тоньше, даже без особого выравнивания, потому что будет такой дизайн, который потребует выравнивания в конце топом. Я не хотела утолщать ноготочки, поэтому нанесла минимальное количество геля, а такое количество геля сложно разровнять. Фотографию дизайна принесла клиентка. На фото был черный, мы заменили его на баклажановый цвет. И вот тоже вроде бы простой дизайн, но простые полоски вручную рисовать сложно. Малейшее движение влево или вправо и все, полоса кривая. И на видео это кажется быстро, а на деле все это было очень долго, где я выравнивала эту полосу, подравнивала. Где-то цвета не хватило, где-то ровности, где-то уголочек надо было поострее сделать. В области кутикулы опять же ровную полоску сделать в общем сложно. И так как от солнышка у меня не горят лампы, не реагирует сенсор, нам пришлось закрыть дверь. И вот видите, уже темно и качество не то. Вывод? Надо покупать больше лампочек. Все-таки освещение много значит. И платиновый гель-лак от Белен. Спасибо зрителям, что они мне его посоветовали. Он у меня сейчас прям в активном использовании. Хорошенький, плотненький, блестит. И я вам его тоже рекомендую. И вот полюбились мне в последнее время такие дизайны. Стилистические такие. То есть голимые цветочки мне уже поднадоели. И как-то это не совсем современно. А вот геометрия с цветочками вполне так хорошо выглядит. А современена, я бы сказала. Обводку делаю гель-краской Red Star. Ну и гель-краска для стемпинга от Born Pretty или Rosalind тоже подходит. И готовый результат. Еще одна работа. Также почти до натурального ногтя я спилила материал. Чтобы легче было выровнять и тоньше был материал в результате на клиенте. Но, кстати, тонкие ногти не все могут носить. Они их обламывают. Да и что говорить. Я сегодня мыла окно и несколько раз приложилась ногтем об раму. Как они у меня не сломались, не знаю. Но, в общем, посмотрим, как пойдут мои клиенты с этими тонкими ногтями. Некоторые прям просят делать потолще. Все-таки, что не говори, а толстые ногти крепче держатся. И вот показываю маникюр. Я пока не пришла к какому-то определенному алгоритму. Я недавно ездила в Сергиев Посад и накупила еще всяких разных фрез. Это так мастер маникюра развлекается и спасается от скуки. Когда несколько лет делаешь одну и ту же работу, я имею ввиду маникюр, то хочется какого-то разнообразия. И вот я сейчас стала использовать разные фрезы, пробовать что и как. Правда, делаю сейчас это осторожно, потому что фрезу нужно прочувствовать, иначе можно поранить клиента. И показываю весь процесс на одном пальчике пока, чтобы вот отснять это и выключить камеру, чтобы она меня не отвлекала от работы. Субтитры создавал DimaTorzok И полировальные фрезы сейчас у меня пошли в ход. Они лежали, где-то пылились у меня на задворках стола. Почему я их раньше не использовала, не знаю. Но сейчас я к ним присмотрелась, и они действительно зашлифовывают кожу. Какие-то мелкие заусенцы убирают. И даже вот этим острым носиком можно в синусах пройти, если что-то там где-то осталось. В общем, полюбила я опять эти фрезы и даже заказала на Алиэкспресс целую пачку. А вот эти у меня были набором. То есть в одной упаковке разные фрезы с разным абразивом. Ссылку оставлю. А здесь ногти я решила укрепить гелем Лили Кьют. В общем-то понравился мне этот гель, но я чувствую, что я им уже наигралась. Мне пришла с Алиэкспресс посылка с несколькими гелями. Я их много заказала и скорее всего я больше их заказывать не буду. Просто неудобные баночки. Сам гель мне понравился, а вот баночки не очень. Итак, этого геля я тоже положила минимальное количество. Без выравнивания, потому что маленьким количеством геля сложно выровнять. Поэтому цвет геля не перекрыл, не стал камуфляжным. И оставлять для Френча вот такое покрытие нельзя. В связи с этим я взяла гель-лак от Венолиса и использую его как камуфляжное покрытие. Но как видите оно темновато немного. Это сверкательная серия от Элит 99. Как-то давно делала обзор на своем канале. И до сих пор они у меня еще целенькие. То есть я их периодически использую, конечно. Но вот один раз купила и их мне надолго хватает. И в предыдущем видео я говорила вам про этот цветочек с серебристыми листиками, с золотистыми. И как-то так он мне прям понравился, что везде я его теперь рисую. Но так как клиенты разные, то они-то этого не знают. Хотя они могут пересечься, потому что у мастера маникюра работает сарафанное радио. То есть они, большинство клиентов друг друга знают. И часто работают друг с другом вместе. Поэтому могут и пересечься два дизайна. И вот готовый результат. И еще одна работа. Тоже показываю весь процесс на одном пальчике, чтобы 10 раз камеру не включать, не выключать. Здесь девушка у нас парикмахер. И под ногтями пожизненная краска для волос. Поэтому не обращайте внимания. Я вот когда начинала работать, меня тоже смущала работа в перчатках. Я думаю, я не смогу, наверное. Они же мешаются. И для меня это прям была проблема. Помню, я писала на ютубе мастерам. Как вы работаете в перчатках вообще. И как вы маску надеваете. Мне казалось, это так как-то смешно перед клиентом. Сидеть в маске. Но сейчас я не могу себе представить работу без перчаток. Никакого дискомфорта я не испытываю. Наоборот, чувствую защищенность. И то, что в маске сижу, тоже чувствую защищенность. Ну и потом клиент не видит моего выражения лица. Как я высовываю язык от старания, например. Или как я корчу гримасу, если вижу, что у меня что-то не получается. Я это к тому, что почему-то парикмахерши не работают в перчатках. А, наверное, волосы липнут к перчаткам. Вот почему. И вот здесь шариком можно было бы поднажать, чтобы быстрее удалить кутикулу. Но я пока боюсь нажимать на шарик, потому что клиентка дергала руку. Некоторые клиенты очень чувствительные. Вот это как раз одна из них. И говорят, что сахарный диабет этому способствует. То есть у людей с сахарным диабетом пониженный болевой порог. И там, где другой клиент почувствует лишь легкий дискомфорт, людям с сахарным диабетом станет больно. И так я слышала. Сейчас взяла щёточку погрубее, потому что пыли много. А вообще, когда я смотрю, когда этими щётками по пальцам шкрябают, у меня прям выворачивает. Мне кажется, это такая грубая щётка. И пальцем должно быть больно. Субтитры подогнал «Симон» И в конце всю пыль я протираю спиртиком. Далее «Prep Праймер» от «Ириск». И база «Гротол». Надеюсь, она меня не подведёт. Гелем «Лили Кьют». Опять же, прохожусь тонким слоем, практически без выравнивания, только для того, чтобы укрепить ногти. А выравнивать я буду в конце топом. «Гротол», потому что он как у чуковая база по консистенции. И зачем мне 10 раз делать выравнивание, если я в конце буду выравнивать топом. Ну, плюс ещё дизайн скроет все неровности. Поэтому не считаю нужно тратить на это время. Своё время я, может, и потратила, но время клиента не могу, так как скорость работы для них – это тоже важный показатель. Я слышала, что в крупных городах есть салоны, специализирующиеся именно на скорости. Пусть качество будет не настолько высоким, цена чуть ниже, но зато быстро. Я думаю, что многие клиенты предпочитают именно такую услугу быстро, пусть не настолько качественно, потому что, по большому счёту, к вашим ногтям мало кто присматривается на самом деле. Вот так вот вблизи, как камера показывает. В основном люди смотрят издалека на ваши ногти, поэтому вот эти миллиметры до кутикулы, они не для многих играют большую роль. Продолжение следует... Стразы я сажаю также на базу «Гротол». И как же стало удобнее пользоваться стразами с этими боксами пластиковыми. Почему я их раньше не заказывала, я не знаю. И когда не знаете, что нарисовать, клиент просит какой-то дизайн, я рисую вензеля. Они тоже всегда выручают и смотрятся нарядненько. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот готовый результат. Я с вами буду на этом прощаться. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok